Как хорошо быть с тобой! Вечерний эфир на теле-радиоканале Страна.ФМ! Ура! Да, друзья, каждый будний день в этой студии мы, Майк Вольф, Маш Новая, и встречаем, точнее, провожаем уже вечер с юмором, но и встречаем, как всегда, какого-нибудь классного гостя, который так или иначе с этим самым юмором и связан. И сегодня у нас в гостях Филипп Мещеряков, но необычный человек, певчий в церковном хоре, а по совместительству еще и комик и стендап-артист. Да, друзья, сейчас будем обо всем разбираться, как он пришел к вере, к юмору. И как все это живет в одном человеке. Филипп Мещеряков, пожалуйста, привет-привет! Заходи к нам, мы тебя очень ждали. Привет, давай обниматься, целоваться. Как у тебя дела? Сразу же рассказывай. У меня всегда дела классно. Всегда классно. Вот это хороший настрой. Мне кажется, если у тебя хорошее настроение сразу же от захода в нашу студию, то и программа пройдет точно так же. Надеюсь, что у всех дела классно. А куда нужно смотреть? А ты на нас смотри, Филипп. Зачем тебе эти камеры, которые... Смотри на Машу в бананах и не ошибешься, Филипп. Филипп, у нас, собственно, есть традиционный вопрос. Мы у всех гостей сразу же спрашиваем. Есть ли у тебя какой-нибудь секрет или лайфхак? Как научиться относиться к жизни с юмором? Потому что жизнь-то у нас такая всякая, непростая. Ну так это вообще... Ну, стендап вообще этому учит, потому что взгляд стендап-комика, он отличается от взгляда другого человека, потому что чем больше у тебя в жизни проблем и, грубо говоря, факапов и каких-то сложностей... То это, наоборот, на руку. Это материал. Наступил на ногу, бросила девушка, там, не знаю, развелись родители. Это материал, это то, над чем потом ты будешь... И ты такой, слава богу, хоть не надо выдумывать. Вот оно, готовое. Столько в жизни всего происходит, да? Нет, ну то есть кто-то нахамил, а ты так, не, вот она, типа, вот, ничего себе. Она прям просто хамит, просто орет на меня, хотя я просто беру вот там бананы в магазине. А она взяла и просто наорала. Я знаю, почему ты подумал о бананах, Филипп, спасибо. Нет, друзья, мне нравится, как моя кофта сегодня всех мотивирует. Я сегодня в бананах, поэтому чувствую, что бананы прозвучат еще не один раз за эфир. Слушай, ну это здорово. Это, кстати, очень хороший дельный совет для всех наших зрителей и слушателей. Если с вами в жизни что-то происходит не так, берите ручку, записывайте. Да что там ручка, мы в 21 веке живем, берите телефон и набирайте, правильно? Во всем есть смешное, как поглядеть. Но ты все время, ты постоянно находишься в этом поиске. Я знаю, что у, кстати, у актеров есть даже такой специальный актерский тренинг, когда ты ходишь и наблюдаешь за другими людьми. ПФД, по-моему, что-то такое. Ну, на ПФД это немножечко по-другому. Начались вот эти акронимы. А я знаю, ПФД это когда ты представляешь некий предмет и работаешь с воображением. Уважаемым предметом. Типа вот такой. Да, да, да. А у них именно упражнение на наблюдательность. То есть ты там увидел какую-то интересную женщину, раз себе зафиксировал, а она там смотрит коситься одним глазом на мишку и что-то там причмокивая ему рассказ. Слушай, я вот когда увидел бы симпатичную женщину, я без всякого ПФД бы зафиксировал, понимаешь? Меня этому не учили, это просто во мне. Нет, это безусловно, да, все время есть какие-то образы интересные, это то, что, возможно, потом пойдет на выступление. Смотри, как ты пришел в юмор? Как вообще твоя жизнь связала тебя со стендапом? Вот это самое интересное. Во сколько это случилось лет? Всегда было клево. Я всегда обожал капустники делать, когда еще учился. А где ты учился? Я учился в Академии Хорового Искусства имени Виктора Сергеевича Попова, до этого хорового училища. Короче, я по образованию дирижер в хоровой музыкант. И у нас была традиция всегда капустники, когда поступающие студенты все курсы делали капустники и на выпуски. И меня всегда это веселило, мы всегда это с ребятами делали. Потом я чуть-чуть поиграл в КВМ за сборную Камчатки, потому что у меня оттуда были друзья, они позвали, я чуть-чуть поиграл в Лиге Лампы. А потом просто позвали, вот собиралась наша банда стендапа Циммермана, и Лена Новикова и Виталий Щадников, которые организовали изначально нашу команду, просто вот с Леной мы работали вместе в какой-то момент, она сказала, я видел, как ты, а я в группе тогда у нас веду концерт, типа, давай попробуй. И вот мы тогда собрались. Выступи со стендапом именно, да, в качестве уже героя. Да, ну то есть ему вот собрались тогда вот просто люди, которые, кто-то актеры, кто-то режиссеры, с такой, ну в основном такой богемной тусовки, и начали пробовать, как это все делать. И Витя Комаров такой стендап немножко, немножко просто рассказал, как это делается, а мы потом дальше начали, типа, вот свои шишки набивать и глядеть, как это происходит. Три с половиной года назад это вот началось. Но это были ваши шишки, то есть вы, по большому счету, не заканчивали никаких курсов тренингов, просто взяли и начали делать. Ну да, ну да, ну да. А есть какие-то, может быть, ну вот, не знаю, три золотых правила, которым должен обладать, не знаю, начинающий стендапер. Маша любит вот эти простые решения, три правила, четыре лайфхака. Давай, давай, давай. Ну понимаешь, если человек, ну там, без какого-то специального образования, смог это сам, собственно, обладеть этим мастерством, то, может быть, сейчас вот кто-то из наших зрителей, слушателей едет и думает, я тоже хочу, черт побери, выступать на стендапе. Ну, во-первых, можно прийти в школу нашу и поучиться. Вот, куда, к кому? Рассказывай. Школа стендап-самермана, можно вообще к нам добавиться во всех социальных сетях и в том числе там связаться с нашим замечательным директором. И она расскажет, сейчас у нас уже идет поток, а следующий будет уже в сентябре. Вот, мы там рассказываем, как это все делается, приходите. Ну, а в целом, если кто-то не хочет учиться отдельно... Ну, вкратце, вдруг нет возможности записаться. Это, как мне, как, чего мы проповедуем в своем, это в основном многие начинают от общего к частному. Типа, видели эти дурацкие автобусы или ничего, что такое с самолетами. А нам интересно начинать с себя, что, типа, ребят, я такой вот, не знаю, сноб, что вон какой. Я настолько какой-нибудь сам себе на уме, что вон. То есть начинаешь всегда с себя, бомбишь себя, это всегда и честнее, и плюс это всегда подключает зрителя, потому что зритель всегда любит неудачника. Никто не любит человека, который выходит, видели, этих они дураки, а я такой успешный. Это нафиг, кому не нужно. Все им интересно выйти и сказать, знаете, какой я дурак, вы себе не представляете. Я знаете, как облажался, все такие, отлично, вот этот парень нам нравится. Вот оно, значит, как у нас с юмором в России обстоят дела. Ну, это такая, один из ключков, чтобы изначально аудитория тебя полюбила. У меня вопрос. Да, расслабить к себе, это важно. Вопрос, если уж мы говорим о циммермане, здесь все услышали. Можно прийти в школу, там, ну, циммерман. Кто такой циммерман? Это вообще о чем? Мы долго думали, честно говоря, название мне не нравилось изначально. Но мы просто собрались на базе центра Мьерхольда, сокращенно ЦИМ. ЦИМ. Вот. И мы плясали от этого аббревиатуры. Просто придумали некий циммерман, некий вот эфемерный мужик, который вроде как типа наш карабас-барабас, но его нет. Это просто вот в итоге, ну, то есть мы тем самым немножко и пиарим место, где нас можно поглядеть, потому что ЦИМ наш изначально, альма-матер, где мы вот все это и начинали, и делаем по-прежнему. Вот. И плюс, ну, не знаю, нас запомнили. С одной стороны, название странное. Мы из-за этого... Ну, это и запоминается. Мы этой зимой выступали в синагоге, ну, вот это, в центре толерантности. Возможно, нас позвали исключительно из-за названия. Потому что там пришли бабушки, они ожидают, что будут какие-то чтения. Присновение, да-да-да. Представители твоей конфессии не были ли обижены? Все-таки ты поешь в храме. Не, ну я же там не пел и ничего такого особо не делал. Просто выступал с темнистическими диалогами. У тебя, в принципе, да, тема такая достаточно очень острая, друзья мои. И продолжать разговор об этой теме мы будем сразу же после музыкальной паузы. Хочу еще разок напомнить для тех, кто, может быть, только что к нам присоединился. Сегодня у нас в гостях Филипп Мещеряков. Пепчий в церковном хоре. Плюс еще ко всему комедийный артист, стендапер и так далее. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Скоро вернемся. Друзья, делал я зарядку, отжимался, приседал. И вот в этом самом кадре меня и захватили. У нас сегодня Филипп Мещеряков. Мы, как всегда, говорим вечером о юморе с нашим гостем. Маш Новая, Майк Войс. И мы продолжаем. Да, друзья, мы уже начали, кстати, говорить о стендапе с Филиппом Мещеряковым. О стендапе Циммермана. Так вот, я знаю, что ты сразу же... Того самого уважаемого человека. Да, да, уважаемого человека. Я знаю, что ты сразу же после нашего эфира побежишь туда на выступление. Давай сделай маленький анонс. Может быть, кто-то едет и заскочит к вам. Друзья, если кто не знает, чем бы заняться таким чудесный вечер среды, 8 часов, Китай-город, Анлок-кафе. С 8 часов у нас открытый микрофон. Открытый микрофон — это очень прикольная штука. В чем это заключается? Если кто не знает, что это, это не то, что по ТНТ пока вот, когда все вот так вот прям уже выточено. Прелизано, гладко, да? А это когда вот все комики что-то написали за эти дни и типа, а пойду проверю, смешно это или нет. Поэтому это приятное ощущение не просто, возможно, пока хочется, возможно, перед вами люди будут унижаться. Они будут в тишину заходить с отродительными шутками. Может быть, даже матом, может быть, даже кто-то угнется. Шутят смешнее. У нас довольно смешно. Слушай, а давай не будем вот от этого уходить, вот от этого, знаешь, момента очень тонкого. А вот скажи, а у тебя когда-нибудь такое было, когда ты вышел, вроде бы первый абзац, второй абзац, а дальше летит помидор и крик. Нет, помидор не был. Страшнее тишина, мне кажется. Да, да, да. Прямо сплена строчка. Да, было тяжко. Вообще тяжко выступать на корпоратах. Я на корпоратах выступал несколько раз всего, и это вообще просто... Почему? Почему? Расскажи. Ну, потому что, во-первых, люди совершенно не понимают, как это работает. Ну, как бы, они увидели картинку по телеку, типа, не то, не в полпланинах меня, я там... А что они увидели, там... Ну, другого, да, гораздо лучше. На неком канале увидели ребят. И типа, о, прикольно, позвонили ребятам, ребята стоят дорого, давайте найдем других. Нашли подешевле. Вот. Но им кажется, что это по-любому должно быть. А стендап, это должна быть театральная рассадка. Люди должны хотеть смесли, должны тебя слушать, потому что стендап не работает. Типа, ем я салаты. Ну, ребят, за прекрасных дам, что он там? А еще бывает, да ну, пошел он в жопу, это не смешно. И все, ты пропустил начало шутки. Еще что-то начинается... А стендап не работает без... Ты сказала шутку, они должны посмеяться. Да. А если они в этот момент болтают... У нас бывает, был корпорат, когда вот прям люди... То есть мы рассказываем монолог, а кто-то там типа встает и просто начинает тост фигачить. Ну, за своим столом. Прямо в середине монолога. Ну, а у них там свои какие-то вот. Причем было забавно, я разговаривал с заказчиками еще тогда. И я говорил, что давайте только договоримся. Это стоит столько-то, но если нас хотят слушать, если театральная рассадка, если к тому моменту все не пьяные, если все будут все эти слушать... Ты живешь в идеальном мире каком-то. Если будут в этот момент и будут разносить горячее. Все не так, короче. То есть разносили горячее, все сидели по кругу. Там послышно, что все в тлище. Там люди вот прямо вот здесь вот. То есть выступаешь, а здесь... Да Миша, да ты прекрасный программист. А ты в этот момент что-то расскажешь. На самом деле, в этот момент там уже пошел там... Я выступил, как что-то с ним поболтал, ушел. Вот. И в этот момент я вижу, как, значит, официант что-то носит. Выходит за качество. Я же просила не выносить горячее. Все. Вы вынесли горячее. То есть она, видимо, и все, что я написал, запомнил только одно, не выносить горячее. Слушай, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. И даже, вот ты говоришь, что не хватило денег на каких-то там маститых артистов, даже это не работает, какие бы они там классные не были. Когда люди заняты другим делом, едой, это все, ничто не... Ребята с телек рассказывали, что там, типа, бывает, что на корпорате выступаешь, а просто все болтают вообще на тебя наплевать, а это невозможно. Ты музыкант, я это, то есть, когда я с группой пою на корпорате, это нормально. Мы поем, мы все равно... Все танцуют, да, что-то там. Кто-то танцует, кто-то слушает, но нам вообще наплевать. Ну как бы, мы фигачим, это может быть распространяться как фоновая музыка, это абсолютно нормально. У нас свое дело, у вас свое дело. Да, типа, люди стоят с Балхавой Мартини, там подтопывают ножкой, им нормал. А стендап так не может работать, стендап должен работать. И просто ребята из телека там, на корпорате выступали, да послушайте, пять минут, просто послушайте. Это хорошие, смешные шутки, дайте шанс. Ну а зачем? Ну слушай, вас пригласили, вам заплатили, ну выступил и уехал, посмеялись, не посмеялись, какая разница. Это очень тяжко, я с тех пор прям нашему директору Ольге говорю, что типа на корпорате вот прям нужно очень сильно... Ну то есть я согласен только либо за очень большие деньги, я понимаю, что за меня их никогда не заплатят, либо чтобы... Я один раз выступал недавно, делала просто наша подруга и ученица, и тоже стендап комик, поэтому она знала, как, и она свой, соответственно, свою фирму организовала, так что это было в правильном месте, все было офигенно, и перед ними было прям классно выступать. Слушай, ну как у театралов, у тебя вот этого эффекта четвертой стены нет, то есть ты не можешь выйти, вот представить, что на самом деле там никого нет. Когда в тебя летит вилка и нож, как ты представляешь? Это просто... И стакан. Чудо! Стендап работает вот на крючках, ну то есть на том, что и представляете, и я должен... И в итоге бам-бам-бам, и все, ах-ха-ха. Если без этого, это просто невероятно глупо выглядит. Это просто монолог театральный. Вот честно, легче, чем 15 минут, чтобы выступать в тишину, выйти вот просто в трусах, постоять на сцене, это вообще легче. Мне кажется, зрители тогда на корпорате оценят это. Ну да, им хотя бы, они хотя бы. Друзья, скоро новая программа у Филиппа Мещерякова «Вечера в трусах». Обязательно следите за его инстаграмом. Да, Филипп, но я вот как раз-таки продолжаю тему вот этого взаимного общения со зрителем. Скажи, а на телевизионных программах такое происходит, или это только на живых концертах? Ты же принял участие в телевизионном проекте «Открытый микрофон». Вот там это было или нет? У меня телевизионный опыт очень маленький, но я... Два, по сути. И там у меня были мелкие интерактивы, но такие интерактивы, что типа, похлопайте, кто вот это, ничего себе, ну согласись, это вон как. И он такой, да. Вот примерно такое. А тяжело, мне кажется, на телеке, ну прям создавать ощущение вот этой магии того, что это здесь сейчас, что человек отвечает. Потому что когда вы на живом выступлении, то, конечно, от этого диалога он всегда замечает. Любой интерактив заходит в пять раз сильнее, чем любой. Потому что ощущение магии, что это прям вот сходу. То есть бывает, ты скажешь кому-то, а вот похлопайте, кто там, не знаю, кто учился в музыкальной школе. И у тебя на это есть заготовка, но ты говоришь, ничего себе, а на чем играешь? А у тебя есть заготовка, если он так скажет, ты можешь это отбить так. Но у всех ощущение, что ты просто это придумал на ходу, и все, ничего себе. Да. Это всегда заходит лучше. Слушай, а если нет заготовки, то что в этот момент делать? Ты импровизируешь. Это называется импровизация, Мария. Да, вы ответили на все мои вопросы. Вообще, на самом деле, есть такой лайфхак простейший. Ну как? Иногда, когда общаешься с залом, достаточно, если тебе, особенно если у нас же очень люди не любят отвечать просто, либо люди, интроверты, которые там, ты не попрощаешься, они делают практически вот так. В раковину. А некоторые, наоборот, им очень хочется пошутить и показать, что вообще-то вы прям... Ты тоже, да, умеешь? По идее он должен быть там, а ты здесь. Друзья, вот этим-то мы и будем с Машей заниматься. После того, как послушаем песню, будем шутить и доказывать, что мы тоже... Да, и продолжим, кстати, эту историю обязательно. Не переключайтесь. Самые непредсказуемые музыкальные и познавательные, еще и юмористические телерадиоканал Страна ФМ. Нет, друзья, мы не постарели за песню. Да, кстати, седые только у меня вот стали вот здесь вот волосы на лице. Нет, друзья, на самом деле мы это сделали для чего? Для того, чтобы просто, как всегда, поиграть. Правильно, Маш? Да, но перед тем, как мы приступим к игре, давай все-таки закончим ту историю, которую мы начали в прошлом выходе. Друзья, давайте бороду уже уберем, невозможно с ней говорить. Давайте, убирайте. Говорить. А я останусь, так? Смотри, сегодня у нас в гостях Филипп Мещеряков, музыкант, плюс еще стендапер и певчий в церковном хоре. Но не об этом сейчас. Филипп хотел поделиться с нами маленьким лайфхаком. Вот если ты выступаешь на сцене, да? Да, если ты выступаешь, если не знаешь, бывает, чего сказать, когда ты общаешься с залом. Так, и вдруг какой-то выскочка. Ну, иногда кто-нибудь, начиная что-нибудь там, или неожиданный ответ, или какой-нибудь дурацкий, или человек захотел выпендриться, иногда хорошо работает, просто повтори, что он сказал. Так вы занимаетесь пошивом штор. Просто шиете шторы. И бывает, что просто повторением вот этой ерунды, но типа, и какой-то реакцией. Ну, что ж. Оценочкой, да? Просто оценкой бывает, это бывает. Филипп, это, наверное, второе место в списке вещей, которые меня бесят и раздражают в жизни, когда ты что-то говоришь человеку, а он тебе начинает то же самое повторять. И хочется сказать, ты что, глухой? Ну, то есть, как бы, ты же все услышал. Зачем ты мне это повторяешь? Это, кстати, еще один обязательный прием для того, если ты общаешься с залом, потому что зал бывает не слышит, что повторил зритель. А, в этом смысле. Да, это поэтому иногда я это, когда веду, забываю. И бывает, что типа, он что-то... Зачем? А потом ты на записи слышишь, зал слышит только... Зачем? Ничего себе. Ах, вот вы как. А они не знают, что он говорит. И потом все думают, что это был выдуманный человек в портере. Подсадной. Я всегда так думаю. В портере. В портере. Нет, я не то услышал. В портере. Спасибо, что повторил. Миша, а что скрыто у нас в бороде? Смотрите, друзья, у нас будет сейчас постоянная наша рубрика. Рубрика Атаки. Рубрика. Рубрика. Видите, по Фрейду рубрика. Такие ли мы умные друзья, как кажемся. У нас есть вот такие вот бороды, Филипп. А это очень похоже на Капитан Брунгель. Вот если бы сигару, вот это вот, как во всех сериях, когда... Да, да. И ждите моих инструкций. Слушай, они оттуда и были взяты. Ну так вот, ты мне сам сказал, что действительно надо знать, что ответить людям. Знать, о чем с ними можно поговорить во время стендапов и прочее, прочее. Мы пошли тебе навстречу, когда сегодня готовились. Куча тем, куча интересных штук, которые... Моя. Которые на этих бордах у нас написаны. Я вот так привстану. Раздам вам вот эти самые бороды. Машечка, возьми, пожалуйста, первый. Вот прям стопочку возьми. А, прям стопочку, да? Вот этих седых волос не помешает. Филипп, а ты возьми вот эту. Спасибо. Я себе оставлю вот эту стопочку тоже, отложу свой планшет. Но это по типу, Миш, правда, неправда? Конечно. Ложь или правда? Ложь или правда? Клади. Ну вот, играть будем следующим образом. Играть будем по кругу. Начнем, естественно, с Маши. Мы на ней обычно все и пробуем. А, благо она женщина, нам можно сказать, что мы ей уступаем. И посмотреть, что будет. Если, друзья, кто-то ошибается, то он тянет вот отсюда вот эту желтую карточку и делает фант. Если там совсем что-то уголовное, то скидываем на пол, тянем другую. У нас это приветствуется. А ошибка в чем может заключаться? Если ты вдруг не угадаешь, что написано на моей карточке. Вот и все. Я буду тебя спрашивать. Я буду задавать тебе некую фразу, цитату, событие. А ты должен сказать, так это или не так. Окей. Да? Я готов. А вот это обязательно. А кто начинает? Я, да? Поехали. Да, давай. В Исландии обязательный срок службы в армии составляет 5 лет. Отвечай. Правда. Нет, неправда. Тянифан. Филипп, дорогой. Я ждал этого момента. Смотри, в Исландии... Дайте я расскажу, в чем вообще суть. В Исландии вообще нет армии. Морских и морских и военно-воздушных сил, желающие служить мужчины, могут позаниматься этим 12-19 месяцев. Вот так-то. Как клевая страна. Так что давай. Классная сборная. Филипп, посмотри. Посмотри, если нет, скажи другую. Нет, читай вслух, чью-то другую. Давай, исполняй. Сейчас, да нет, здесь ничего страшного. Кратко о своей профессии в песне с танцем, как в индийском кино. О, в индийском. Филипп, мы тебя просим, дорогой. Индийское кино от Филиппа. О, в своей профессии. Вот эти какие-то сейчас. Да, да. Какое подвощи? Да ладно. Дирижирую детьми, а иногда среди них сестра. Все. Я такое никогда не видел. Иногда среди них сестра. Какая милосердие. Ну, в индийском кино такое бывает. Филипп, кидай это на пол. Тебе это уже не нужно. А в храме все братья и сестры. Сестры. Филипп, скажи, дорогой, кому ты будешь сейчас за это мстить? Тебе, соответственно. По кругу. Погнали. Дождь не содержит витаминов. Дождь не содержит витаминов, да? А вот и нет, дождь содержит витамины. Какие? Это лов. А, да, да, да. Мишка, если бы содержал витамин, у тебя бы голова была не лысой, понимаешь? Ты думаешь, это от дождя все-таки, да? Да, конечно. Ты рассказывай, я буду тебя вытягивать. А если вам не хватает витамина В12, забудьте азантия. Так все-таки существует или нет? И ложь. То есть не содержит? Да ладно, нам не жалко сделать фан. Да сделай давай. Посмотрим. Рассказать курочку-рябу, как если бы это делал опытный пожилой американский следователь в отставке. Ну то что ж, ребят, это такая ерунда для меня. Ты понял суть вообще задания? Мы будем импровизировать. Следователь в отставке курочка-ряба, да? Давай, да. Вот так это делал ДПП или как это зовут? ПФД. ПФД или неважно. Жила-была курочка-ряба. Курочка-ряба снесла яичко. Яичко катилось-катилось, дорогие друзья. И помню, мы на следственном эксперименте смотрели, что оно докатилось и разбилось. Не мы разбили, оно разбилось само, друзья. Как-то так. Ты думаешь, он обращается в друзья? Ну он же уже в отставке, они уже друзья ему, понимаешь? Окей, Миш, давай, адресуй мне свою следующую бородатую новость. В Кении, Мария, от мух ЦЦ больше всего страдают зебры из-за своей полосатой окраски. Я думаю, что это так. Маша, жди карточку. Полосатый окрас не воспринимается насекомыми и спасает зебр от ЦЦ. ЦЦ думает, что нет никаких зебр. Ну, это значит... О, слушай, ты права, все. Ну, это значит правда. Кидаем, видишь? Я так хотел, чтобы ты что-то сделала. Слушай, а как понять? Тебе там просто обманули. А что... Друзья, это надо думать еще при этом. Вы думали отключить мост? Здесь думать не надо, здесь надо рассказывать по курочку. Так, поехали. Самая длинная торговая улица в мире находится в Стамбуле. Так. Отвечай. Раз. Да. Да. Это ложь, молодец. Выполняй задание. Нет, самая длинная торговая улица в мире находится в Лондоне. Дорогой наш Филипп. Пожалуйста. Теперь мы знаем, где находится самая длинная торговая улица. Сейчас мы что-то увидим, друзья. Сейчас что-то будет. Прыгать, как член племени Масаи. О, моя любимая племя Масаи. Там, где я рос. А как это? Как они прыгают? Я не знаю, ты нам покажи, понимаешь? Я все забыл из детства. Только аккуратно. У тебя звук. Тан-тан. А они что, беззвучно прыгают? У них шляпа, наверное. Они ничего не говорят? Шляпа и копье. Это какие-то странные задания, ребята. Нормально, нормально. Здесь все странное. Все, все, все. Аппарата притащил. Давай дальше. Шляпа с заданиями. Да, елки. Это уже по-другому. Самый распространенный язык в мире английский. Нет, очевидно, что нет. Я знаю про китайцев и индусов. Нет, абсолютно точно. Самый распространенный. Абсолютно верно. Молодец. Маша, давай. Он просто все эти задания знает. Давай, давай, давай. В Африке не растут помидоры. Да. Не растут. Не растут, конечно. Эфиопы сами не любят эту ягоду, наворачивают ее в больших количествах для туристов. Маша, наконец-то. Что, раз тут разы? Наконец-то. Наконец-то. Ладно, я так думала. Слушай, столько тем у тебя есть рассказать теперь на твоих выступлениях. Так, сымитировать. Что, прости, сымитировать? Маша, ты так стала? Подожди, Миша, не маю. Ну, практически то, о чем ты подумала. Звук фейерверка на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Я просто не подумал так. Ну-ка. Да, имитируем. А вы поможете мне имитировать? Давай, конечно. Окей, звук фейерверка. Поехали. Именно на закрытие. Да, да, да. Маша, спасибо. Олимпиада закрылась. Олимпиада закрылась. Давай финальный, Филипп, от тебя. Ну, как она? Давай финальный от тебя. От тебя? От меня, я читаю. А, нет, в смысле тебе от Маши точно. Нет, подожди, он... А, нет, мы... Да, все правильно. Конечно, твоя очередь. Да, все правильно. Маша не может отойти от имитации. У меня про свиней, слушайте, следующая новость. Филипп, это не я. Свиньям нравится любоваться небом. Ну, хоть и это должно быть правдой. Ну, конечно, ну, как-то, когда в грязи вот она валяется, такая, ах, какое небо. Нет, это ложь. Из-за анатомических особенностей свинья не может посмотреть на небо, в принципе. Он поднять не может. Филипп, слушайте, я... Филипп, я месяц назад видел, как смотрел. Финал коротенький. Я не смотрел. Не, давай другое, это все одно и то же. Бросай вниз, бросай вниз. Опять танец каких-то индейцев. Тебе сегодня везет на танце. Ты испанского футбольного тренера в момент, когда его в команде забили гол. Актуально. Так. А я буду футболист, правильно? Давай, я забиваю. И ты испытываешь эмоцию. Хотя ты больше на судью похожа. Окей, Миша, тогда ты забивай, я буду судить. Так, все, я забиваю гол. Хорошо, ты иньеста. Поехали. И все, вот он. Го-го-го-гол! Го-го-го-гол! Друзья, о футболе и юморе мы поговорим сразу же после небольшой музыкальной паузы. Оставляем вас с музыкой на телерадиоканале «Страна FM». Отдохните, послушайте музыку. Здорово, великолепно шутит Филипп Мещеряков, который сегодня у нас в гостях в вечернем эфире на телерадиоканале «Страна FM». Но также великолепно он ещё и дирижирует детьми. Да, друзья, и поет. Филиппа, две музыкальные группы. Давай сейчас вот как раз-таки на твоем музыкальном, вокальном поприще остановим понимание. Сейчас я так понял. Вы знаешь, как ты, Маша, рассказала, я так понял, что у Филиппа две группы детей. И он как карабас-барабас гоняет, и как 17 составов классов. Нет, у Филиппа детский хор. Подожди, правильно, детский хор. Давай об этом сначала. У нас с моим другом и коллегой, у нас здесь детский хор капелла Виктория. Вот, у нас там в основном девчонки, ну потому что пацанам, видимо, западло петь в хоре. У нас их мало. Но есть, немножко есть. Но они классные. Вот, мы функционируем при храме Георгия Поведоносца в Коптево. Вот, если вдруг вы живете где-то в этом районе, у вас есть поющие дети, у нас бесплатно, просто приводите к нам во вторник. Ну, сейчас уже лето, но приводите к нам их в сентябре. Скажи, пожалуйста, а детей 30 лет вы принимаете? Это я про Мишу. В качестве пепита. Понимаете, меня церковь не примет, они в хор. Тут все по-другому. Окей, ну, хорошо. Если дети есть у вас, друзья мои, к вам сейчас обращаюсь, кто может быть едет с работы, то, пожалуйста, приводите. Если вы уже взрослый человек, то можете прийти на концерт, где Филипп Мишерков выступает. Да, да. Какие у тебя две группы? У меня есть акапельная группа, которая называется Raindrops. Акапельная, это значит, вы поете без инструментов. Да. Акапельная, вот, а теперь для меня, акапельная, это как в фильме Рокки. Он идет домой, они стоят около бочки, греются и поют. Никто меня не понял. Да, да, да. Я помню, как он шел, а я помню, чтобы они там пели. Ребят, все, да, ничего, продолжаем. Так, ага. Ну да, я там пою бас, вот, и еще у меня есть группа Борода, Рок, там я клавишник. И немножечко подкрикиваю бак-вокалистов. Круто. Где в ближайшее время? Можно увидеть тебя, услышать, не знаю, может быть, концерты какие-то вы сейчас готовите выступать и так далее. Слушайте, легче добавиться к нам в соцгруппу, если кому-то вдруг интересно. Raindrops мы периодически, ну вот, недавно мы пели выступление публичное, а так всякие корпораты и прочие штуки. Но у нас можно заказать, и мы споем. О, прекрасно. Реклама у нас разрешена в эфире. Борода, Борода, мы в каком-то, сейчас забыл, как называется фестиваль, в Малоярославце мы, по-моему, 29-го играем. Какой-то фест, большой рок. Вот. А соцсети, ты сказал соцсети? Соцсети, это существует. Спасибо, это в смысле и контакты, и фейсбук, и инстаграм, куда человек удобнее, тот... Везде, сразу же. Везде есть и Борода, есть и Raindrops, и стендап Смирмана, и даже капелла Виктория. Вот, стендап Смирмана, скажи, пожалуйста, какой периодичностью проходит ваше выступление? У нас постоянно вот открытые микрофоны практически каждую неделю у нас проходят. И какие-то наши мероприятия у нас вот это, в эту субботу, мы будем осваивать новую для нас площадку, называется она «Таблица». Это прямо в 37 секундах вот метро Менделеевская. Очень клевое место, там будем выступать. Филипп, а в 37 секундах до финала нашего сегодняшнего часа с гостем, Блиц, как всегда. Ни о чем не думаем, просто даем сразу ответы. Готов? Первое, что приходит в голову. Погнали. Для меня самое важное в жизни это? Работа. Идти по жизни с юмором это? Обязательно. Если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? Спал. Красавец, а 3018 наоборот вот туда? Офигевал. Когда я буду таким же креативным, умным, но уже старым человеком, я скажу своим пра-пра-правнукам? Эх, вас бы в 2012-й. Если бы не юмор, я бы сейчас... Пел. Если бы одной шуткой можно было спасти жизнь человеку, что бы это была за шутка? Филипп? Евгения Вагановича Петросяна. Прекрасно, друзья мои, всем спасибо огромное за эфир. Не будем углубляться, какая именно это была бы за шутка. Я ходил за концерт, он великолепен. Да, музыкант, стедап-комик, певчий в цирковном хоре. Филипп Ищеряков! Ну и как всегда, Майк Бойс, Маш Новый. Увидимся в следующем части. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok